здравствуйте ребята я вам хочу показать птенца вот этот птенец родился случайно у меня я их родители вместе не испаровал просто самец потоптал моего с изограна и получилось вот такое она таким и должно было получить у нас намного старше меня человек был сергей на куке он жил около кладбища цингилианом мы его называли люди назвали мы тоже так его упоминали всегда царство ему небесное он не живой он очень часто вот таких я у него голубей видел он с изограна и ахбаша или там черного споровал порывал всегда вместе и вот таких получал у этой птицы чуть-чуть бледный цвет не такой жуковой как грузии обычно держит но потом во время работы во время работы можно и жуковую получить но всегда всегда у этой птицы было игра бешеная очень сильная вот когда когда порывали с изограна и ахбаша или черного и ребята вот это голубь по-вашему она будет сочка сочи сочи монтана станет ну крылья и в лохме она не будет но по бокам белая у него видит потому что сейчас даже вижу что по волнам у него волнечные белые идут не комментарии мой наверно подписчик написал что сусос порой с изограна сизим у меня говорит била такой случай я споровал дождь ветер непогоду даже летали очень долго и хорошая игра била да ребята с изограна с кем не споруешь можешь масс не получить можно масс не получить но лед игра там будет вещи не если мы на только на игру обращали здесь внимание меби вот этого с изограна споровали вот такими методами голубы получились и очень сильные у меня тоже был случай такой с ахбашом споровался потому что не не было маму это пары для них и они споровали и я не трогал взял птенцов и вообще шикарные били с изомории тоже так получается сизим с изограна порой и получается мы их называем мраморными грузии здесь и насчет название вы мне больше не звоните почему вы так зовете не надо это говорить у кого сын родится а дурой назови назовет у 2 иваном назовет третий куча его назовет или как хочет со своих этих но называют тем более что тем более что эти голуби и идут с 18 века эти названия эти обращения откуда рукопись не делали никто и я не могу вам ответить почему его так зовут черные огранами мы зовем с изогранами охранами охранами мы называем до пелясим удов называем ереванками здесь я смысл моих передач не это чтобы вам там имена рассказывать я рассказываю вам особенно кто грузинскую птицу держит и для моих я вот ребята молодые жесты есть вот такую птицу можно получить она у меня случайно получилось у меня черный ахбаш потоптал самку я их родители сейчас вам тоже покажу и решил такой дай бог чтобы я его погнал я его ста процента буду гонять ну сапсан сегодня не голубей погнать не дал прядь над крышами хотя птенец был сапсан молодой неопытный но голубей до такой степени напугал что они кустам деревья в елки где они только не залетали разогнал всех слушайте потом пошел я другую партию сапсан ушел другую партию вывел выпустил и начал их тоже гонять думаю но как они догадываются что воздух и опасность те тоже не полетели от испуга ну то на одном крыше когда вчера позавчера они идеально летели сейчас я вам сниму их них родители вот они ребята в середине отец справа самочка сизогран и слева его птенец у таких может отдать сизогран самочка справа которая если сизого споровать сизограном тогда типа дают типа этих мраморными называемые чтоб для вас было ясно вот то что вы называете сизоморными вот так ребята мы с вами договорились сизограна можно паровать сизым и с черным ну лучше с обошел рябоголовьем муроголовьем как вы называете да и тогда они дают очень хороших хороших птенцов и полету и ведь тоже но экстерьер тоже нормальный но не совсем черным когда поруешь не совсем жуковой такой но когда сизим поруешь но у сизого проблем нашу цвета там нету они получаются красивыми но как всегда братья и с одной стороны и с другой и самка и самец должен быть с игрой хорошими они должны быть потом что тоже хороших давали я не говорю что любого сизограна порой с любым черным и получите вы идеально но сизограна так много хорошей крови что от него получается лично у меня сизогран гоня не бил а ахбаш не гоня но птенцов я все равно получил хороший видите какой сильный ветер наверно шум в телефоне идет заранее вы меня извините не моя вина но должен я снимать потому что ветер прибавляется я смотрел прогнозы вот такие варианты сегодня я уже видел что тасмане начали кувыркаться значит игру возьмут скоро если даст сапсан гонять их а 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 и а а а а и а а Вон там маленькие птенчики посидят, стесняются спускаться, не соображают, кушать хотят, пить хотят, но Вон те троя, о молодец, один спустился Вот этот сизогран, ребята, она чуть-чуть темная, потом посвелить Маленький, она станет как надо, он очень маленький, маленький он Я взял две штуки и отвел чуть-чуть подальше и выпустил Даже на крыше не был, где он пошел Вот он На крыше нормально не был, я хотел его, чтобы он чуть-чуть полетал Отсюда мне трудно выгонять голубей Низкое место вокруг деревья, дома И я захотел пораньше его погонять Три дня не было, три дня, все равно, все равно, я думал, все, потерялся Все равно прилетел А которого я постарше выпустил, он сразу прилетел, сразу Время покажу Время – я открою Время – я таким образом Время – я пока Время – я прохожу Вот этот лимонок Это не голубь Это настоящая свинья Наверное у вас тоже есть Везде лазит Когда дома сижу Звук слышу какой-нибудь Или таз переворачивает Или в ведро лезет Не пойму Кормит птицов постоянно И потому Вот видите Опять лезет сюда Ребята Вот из-за того Из-за того что лимонка Очень сильно Цвет меняет Есть ребята Которые даже не держат их Хороших я знаю Хороших держали У нас Миша есть Миша Искнет Я у него лохматых снимал Вообще бомбовые у него Лимон и бирю И убрал Когда на солнце Часто обивает этот голубь Цвет теряет А потом После линки Восстанавливается А у кого Закрытое помещение Там они Цвет нормально держат Сизи Беляси Так не делают Но лимон Бледным становится Вот после линки Вы увидите Эти голуби Какими красивыми станут Да Лимон Бледным А Лимон Бедным А Этот У Одн Миша Сам Продолжение следует... 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 Продолжение следует...